МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПИЗОД 3. Обострение дренажной галереи. Ситуация. Связь со спутником Гнибал-3 восстановлена. Один из пропавших сотрудников ФЕР найден живым. Второй сотрудник пока не найден, но его признаки жизни регистрируются. Паксон Фейтон находится в зоне операции. В штаб-квартиру Армахема направлен отряд Дельта. Задача. Ваша задача найти и уничтожить Феттла. Научный эксперт в сопровождении отряда Дельта продолжает поиски пропавшего сотрудника. Вот так вот. Ну да, после такого кажется, что он не ранен. Хотя не понимаю, как он вообще ваш. Об этом потом. Мы засекли Феттла. Источник сигнала там, неподалеку. Надо накрыть его и побыстрее. Жим ищенком. По моим данным, он еще жив. Но ты же не отправишь его одного. Это безумие. Ну да, после такого кажется, что наш гангерой какой-то Терминатор. Ммм, еще как бы. Ну что, прощайте. Джин Янковский... Ну что, в общем-то, руководитель отряда, в общем-то, этот Беттерс, он его не найдет живым. Ну, в общем-то, тот отряд, который нам говорили, Беттерс говорил, что как бы его ребята там, в квартире Армхема. Оказывается, это как раз отряд, за которым потом будем играть, в дополнение к Феер первой части, Беттерсей. Вторым отрядом, в общем-то, вторым отрядом Феера, руководителем, точнее, играть. Там у нас будут другие члены, в общем-то, водитель у него. Это, по-моему, как раз от Чен, там, по-моему, безымянный наш сержант. И еще кто-то, руководитель отряда этого. Забыл, как его зовут, точно. Одно новое сообщение. Майк, что у вас там происходит? Какая-то авария? Почему никто не отвечает? Перезвони мне. Сообщений больше нет. Ну да. Какая-то мистика, в общем, происходит у нас здесь. Ну да, Сыноковский, в общем, неизвестно, как он вообще погиб. Хотя, где-то читал, что как бы разработчики хотели нам дать возможность найти тело Сыноковски. Но так, видимо, не решили это сделать. То есть, решили, таким образом, сохранить тайну. Таким образом. Интрижку небольшую, хотя... Какая интрижка там, может быть? Не знаю. Так, в общем, до конца Сыноковски мы не найдем мертвого его тела. Вот так вот. Чёрт, крысы явно бегут не от хорошей жизни. Скоро мы узнаем, от чего они бегут. Вот от этого. Призрак Альмы нас преследует. В общем, девочка Альма. Точнее, её маленький образ. Она имеет два образа в этой игре. Так, ещё один симулятор-усилитель. Увеличим количество жизни. Отлично, это нам поможет очень сильно. Так, сохранение, видимо, да? Подождём, пока сохранится. Новые тарёты. То ли не знают эльты, то ли этих клонов. Хотя, вряд ли, нет клонов, они... Других тарёты имеются у них. О, а нас, видимо, речь идёт как раз. Будем беденны. Спасибо за предупреждение. А вам уж точно это не повезёт. Не поможет. Да, все эти клоны, конечно, разрабатывались в корпорации Armahim Technology. Сдавались таким образом... Таким образом они сдавали армию. Которую подлил бы один всего лишь человек. Вот так можно расправиться. Так, у нас не сможет так же действовать в этой игре, если и ручной бой. Точнее, пыхать на руках бой. Можно так... Эээ... Пали в полёте, в битер. Можно, по-моему, подкат. Тут надо разбегаться. Только я не помню, как... Надо очень быстро бегать, что вы. Надо быстро сбежаться и, в общем-то, подкатить, сбить. Можно руками, в общем-то, бить. Таким образом. Три вида, в общем-то, руч... Отлично. Отлично. Справились. Так, здесь, по-моему, ещё один симулятор должен быть. Я не знаю. Посмотреть. Так, здесь мы не пройдём, это точно. Сейчас посмотрим. Надо осматривать все углы. Я точно не помню, здесь, по-моему, где-то должен быть спрятан стимулятор, если не ошибаюсь. Хотя могу и ошибаться. Да-да-да, точно. Не ошибся. Стимулятор, увеличивающий шкалу замедления. Точнее, слово «мошен», в общем, называть его можно по-другому. Режим такой. Не знаю. Тор, наверное, взятый больше всего из Макс Пейна, мне кажется. Но, конечно, здесь он неплохо реализован, всё-таки, а первого лица именно. Достаточно круто всё это сделано. Так, ладно, птичку зря использовал. Просто круто реализован. Интересно его использовать. Фонарик у нас здесь не бесконечный, что добавляет немножко всё-таки атмосферы. Что, в общем-то, чувствую, что в любой момент, может, фонарик закончится, и темноте будет страшно просто бродить. Если, конечно, не встретишь эти... Тего-то клоунов. Клоунов, если так и называем, больше всего. Как я хорошо их, а? Прижал их. Хорошо их я там встретил таким образом. Да. В выбор хорошую позицию для того, чтобы всех таким образом одним выстрелом отстрелить. Жалко у дробовика, пока нас нету. Скоро мы дробовик можем получить. Привет. Патроны у нас максимум. Так, гранаты. Пока, в общем-то, обычные ручные гранаты, которые мы можем использовать. И использовать, и, в общем-то, кидать их. Я не взорвусь, конечно, через какое-то определенное время. Не сразу. Как бы так, как стрелять их? Хорошенько. Вот они укрываются с укрытиями. Точно, неплохо действуют организованно, там, командой. Пытаются, точнее. Но у них это здесь не получается сделать. Весь искусственный интеллект здесь, конечно, самый лучший. Какой может быть в играх, в шутерах от первой лица. Лучше, конечно, ни в одной игре нет. Пока что не изобрели. Вот так вот. Ну, еще... Нет, в этой игре, конечно, почти восклок нету. Она послала, как, по-моему, интересный момент есть. Фейер-эвакуация, потом посмотреть на путь, найти его. Так, ну что ж, посмотрим-ка этот ноутбук. Там много полезных информаций, может быть. Ну да, про состав воды какой-то. Чтобы вдруг что-то вдруг стало загрязнено какими-то химикатами. Понятными веществами. В общем, Пэн нам про это сказал. Пока очень много, как говорится, ничего не дает. А здесь еще не даст пасхалку. Чего-нибудь появится с ней? Да нет, вряд ли. Это уж точно. Это уж точно. Так, один готов. О, блин. Вот коня, хорошо у нас с оружием обошли уже. Молодцы. Здесь вот просто молодцы. Если так можно сказать. Так, ну что у нас максимум птичек надо их почаще использовать. Плюс пистолет-пулемет, который у нас патронов максимум. Пока что. Так, водичка. О, здесь вот будет очень интересный момент атмосферный. Наблюдаем и смотрим. Снова нас преследует призрак маленькой девочки. Пытается тем самым напугать любым способом. Убить, конечно, он не сможет, но вот напугать. Так, даю птичек максимум. Чего-то я слишком хорошо стреляю, оказывается. Так, здесь у нас ничего нету. Никаких. Симуляторов. Пополняющих нашу жизнь. Либо шкалового замедления. Ну да, испаряется, появляется. Если кого-нибудь что-то такое необычное, да? Но улица у нас еще не закончилась. Это только начало. Этот момент очень интересный, конечно. Нам показывают уже Альму ее более старшем в возрасте. Вот, да, чуть лицо даже можно заметить, видеть ее. Ну, лишь только чуть-чуть.